Я не верю своим глазам. И ты пьёшь кровь? Да. Это основная моя еда. То есть ты убиваешь людей? Достаточно просто укусить. Мы не убиваем никого просто так. Но всё-таки убиваете? Только тогда, когда пытаются убить нас. Мы не звери какие-то. Мы просто хотим жить. В этом городе есть охотники на вампиров. Они считают, что мы достойны жизни меньше их. Но это не так. Что же сказать? Я даже не понял, что с тобой что-то не так. Ты ничем не отличаешься от человека. Макс, я обычная. Да, я вампир, но это не делает из меня зверя. Расскажи больше. Как Фабиан Лендер связан с вампирами? Это он создал группу охотников на вампиров. Это было очень давно, и я ещё не была вампиром, и даже не знаю подробностей. Но я знаю, что послужило толчком для этого. Никто не виноват, кроме самих Лендеров. Вся эта война между вампирами и людьми только из-за него. Надеюсь, что после его смерти всё закончится. Если, конечно, его дети не захотят продолжить этот бред. Дети? Но у него же только дочь? Нет, у него ещё и сын Эдриан. Полагаю, он сейчас дома. Макс, что ты собираешься делать? Я... не знаю. Я действительно не знаю, что мне делать. Полагаю, меня точно отправят к психиатру, если я начну рассказывать о вампирах. Что же мне делать? Ты не боишься меня? Не уверен. Но ты сказала, что вы не убиваете людей просто так. А я не сделал тебе ничего плохого. Думаю, бояться мне нечего. Ты прав. Нечего бояться. Пойдём прогуляемся, я покажу тебе одно место. Ну что ж, я не против подышать свежим воздухом. Так всё-таки смерть Фабиана как-то связана с вампирами. Если честно, я и сама не знаю. Последнее время я жила в замке графа Владиуса и не интересовалась тем, что происходит снаружи. То есть есть вероятность, что его смерть всё-таки дело рук вампиров? Конечно, нельзя исключать такую вероятность. Лея, ты сказала, что когда-то давно ты не была вампиром. То есть есть возможность стать им? Ах, конечно, можно. Но зачем ты это сделала? И как это вообще произошло? Я хотела быть вампиром всегда, а произошло это очень просто. Я познакомилась с местным вампиром и попросила его. Он укусил меня и дал выпить своей крови. Так я стала вампиром. Всё просто. Я ни о чём не жалею. Мне нравится моя вечная жизнь. Я довольна своими силами и возможностями. Ну, только не говори, что ты умеешь летать. Нет, я не умею. Но зато я могу превратиться в летучую мышь. Боже. Да нет здесь бога. По-моему, он забыл о существовании этого города. Мне обещали повышение после этой командировки, но теперь я уверен, что здесь нечего расследовать. Более того, скажи я им правду, меня просто уволят. Не видать мне повышения. Ну, почему же? Тебе не обязательно говорить про вампиров. Расследуй дело, выясни, от чего умер старик. И доложи всё в лучшей для себя формулировке. В его крови обнаружен яд. Если это убийство, то всё не так просто. Кроме того, теперь я уверен, что здесь опасно. Пока ты живёшь в моём доме, ты в безопасности. Ты мой гость. И другие вампиры не станут тебя трогать. Давай вернёмся в дом. Уже поздно, и я должен выспаться. Хорошо, идём. Нужно поговорить с Леей. Мне необходимо знать, предала она нас или нет. Глупая девчонка. Может быть, она влюбилась в этого. Убийцу. Зачем она его отпустила? Тётя, я не уверена, что он был опасен. Лея много с ним общалась. Я понимаю, что он должен был умереть. Он сын охотника, и он опасен для нас. Я не меняю своих решений. Если я говорю, что должен умереть, значит должен. Но ведь мы могли бы простить его. Почему ты защищаешь убийцу? Ты ведь знаешь, что это он убил твою маму. Я знаю, но я его простила. Почему? Как вообще это можно простить? Если мы не будем милосердны, то кто же будет милосерден к нам? Мне не нужно милосердия. Страх заставляет всех подчиняться мне, а не любовь. Ты ребёнок, и вряд ли вообще понимаешь, о чём говоришь. Я поняла. Можно я увижусь с Леей? Я хочу сходить к ней. Ну, это не такая уж и плохая идея. Но будь осторожна, в её доме сейчас живёт посторонний человек. Чужак. Я знаю. Спасибо, тётя. Макс быстро заснул. Я перестала его слышать спустя 10 минут после того, как он поднялся наверх. Внезапно я почувствовала присутствие вампира поблизости. Мне было знакомо это ощущение, и я уже догадывалась, кто это. Я вышла из дома и увидела Вайлетт неподалёку. Эй, привет, малышка! Как ты здесь оказалась? Я хотела увидеться с тобой. Тётя разрешила. Грета разрешила? Это на неё не похоже. Я думаю, что она хотела, чтобы я сказала тебе, что она не отступит и попытается убить Эдриана. Она отправила тебя ко мне, чтобы ты сказала это? Нет, но я уверена, что она этого хотела. А ещё она хочет поговорить с тобой. Лерия, почему открыта дверь? Это что за ребёнок? О, не беспокойся, Макс. Это Вайлетт, племянница королевы вампиров. Королевы? Что? Ты не говорила, что у вас ещё и королева есть. Это не важно, Макс. Значит, это вы чужак? Я чужак? Да, Вайлетт, это Макс. Он полицейский из другого города. Вайлетт вампир? Да, она рождена от вампира. Давайте зайдём в дом. Мне, наверное, уже пора. Тётя будет беспокоиться. О, милая, не беспокойся. Я уверена, что за тобой наблюдают. Я чувствую присутствие как минимум трёх вампиров здесь. Вайлетт, а о чём Грета хочет поговорить со мной? Она хочет знать, на чьей ты стороне, предала ты нас или нет. Я всегда буду ей благодарна за помощь, которую она с сёстрами для меня оказала. Но я на стороне справедливости. Я считаю, что Эдриана не за что убивать. Главный виновник всех вампирских бед уже мёртв. Ты про Фабиана? Я слышала, что его смерть – дело рук тёти. Она его обратила в вампира, а он не смог с этим жить и покончил с собой. Так вот, что произошло. Я этого не знала. Спасибо, Вайлетт. Скажи Грете, что пора кончать с войной с людьми. Да. Ладно, мне пора, Лея. А, ещё. Тётя сказала, что ты влюбилась в Эдриана. Это правда? Ах, было бы всё всегда так просто. Он был моим другом. А где он сейчас, я не знаю. Ты же говорила, он дома. Макс! Всё в порядке, Лея. И я не скажу тёте, где он. Беги домой, малышка. Пока. Я взболтнул лишнего. Не переживай. Я доверяю Вайлетт. Она выросла на моих глазах доброй и милой малышкой. Я уверена, она не скажет ничего Грете. Хорошо. Я иду спать. Спокойной ночи. Старик мёртв. И, казалось бы, пора закончить на всём этом. Но жив ещё один человек, который должен умереть. Он убил мою сестру. Эдриан Лендер. Он опасен для нас? Или это просто месть? Не думаю, что он опасен. Но я хочу, чтобы он умер. Вероятно, это месть. Я хочу, чтобы кто-то из вас привёл его сюда, ко мне. Я могу это сделать. Хорошо, Лилит. Я полагаюсь на тебя. Вайлетт, выйди к нам. Вайлетт. Ты была у Леи. Что она сказала тебе? Она с нами или против нас? Ты узнала, где Эдриан сейчас? Она считает, что раз Фабиан мёртв, то войны быть не должно. Ещё она сказала, что Эдриан не опасен для вампиров и что он не заслуживает смерти. Где он сейчас, я не узнала, но он точно был на кладбище на похоронах отца. Здесь только я решаю, кто должен жить, а кто нет. Лилит, действуй сегодня, проверь в доме его сестры. Субтитры сделал DimaTorzok